Сегодня у нас стрижечка из всего этого дела. Будем делать спортивное и классическое голова в корейском стиле. Уже классическое. С чего мы начинаем? Начинаем снимать основной объем. Все, что нам совсем не нужно. До мытья мы убираем, чтобы не было у нас лишних волос для осушки, для мытья для вычесывания. Шестерка и под спорт 6,3 миллиметра. Снимаем корпус полностью. Когда мы греем корпус, нужно следить, чтобы лезвие было параллельно сел и снимать волос против него роста. Основная ошибка, которую делают начисляющие двумя, мы с вами пытаемся какими-то такими движениями, ставить лезвие наискосок к телу, пытаться что-то сгревать. Нужно учиться анатомия собачки, чтобы понимать, что это было понятно. И где-то в глубине бессознательного. И вы могли делать более широкие движения, а не снимать по сантиметре, побоюсь, потому что дальше у вас какая-то складочка, чтобы более смело и более уверенно себя чувствовать в своих движениях по телу собаки, можно узнать идеальную форму. И делать скидку, собственно, на индивидуальное собственное. Основная собачка худенькая, какая-то собачка толстенькая, у какой-то где-то больше складочек, у какой-то меньше складочек, у какой-то где-то есть тримодавки. Быстро, аккуратно, снимаем основные участки волос. Ну, если какие-то мелочи у вас здесь останутся, их можно спректировать после мусия. Не зацикливаемся, чтобы в мусия убрать все до последнего волоска. Аккуратно работаем области спланочка. Обязательно аккуратно работаем области живота, где у нас находятся соски. Ну, немножечко второй рукой себе упомогаем, растягиваем кожу. На шее смотрим, влием против волос, против роста волос, чтобы длина у нас здесь была равномерная, аккуратная. Одинаковая, растягиваем и занимаем против волоска. До изгиба шеи. Ну, здесь в Корее тоже нужно смотреть аккуратно. Если у кого-то не очень густые волосы грушают, получается, то можно на шее даже немного оставить, чтобы загустить наши хвостики, которые будут у шеи. Ну, в Корее также под нее можно снять смело запрет. Мы не забриваем уже, когда начинает голова прибляться. Только прямо, по лбу. Макушечка по самому. Мы вставляем ровно и все. Дальше туда не изъявляем. Думочный, не забриваем. Шею от отбородка тоже можно снять шестерочки. Дальше уже чуть потольше работаем, поменьше ножом пойдет. Принимаем собаку, аккуратненько придерживаем ее к завалке. Мы подойдем ей опору. И огня открывается все. Пузико. Могу спокойно с ним наводить. Все аккуратненько побрить. В подмышке я не залазил. Ножом на 6 км. Ни на 6, ни на 3 км. В подмышке у меня работает только ножом 1,5 км. Потому, что это может быть небезопасно. Потому, что может складочка, может все легко так выглядеть. Более мелким, более тонким ножом. Это может выглядеть проще, быстрее и аккуратнее. У меня нож на 1,5 мм. Снимаю поленоску. Аккуратненько. Это комбуря. Домашний вариант. Такой. Поэтому я грею по моему соду по 2 мм. Редкость стоит. Устальяй. Хочешь, чтобы не было такое пухое, круглое переносице. Потому, что оно достаточно быстро взросает. Собакам голову начинают лезть глаза. Многим это не нравится. Девка переносица сбривается. Значит, у нас бреванка. Еще, как вариант, можно снимать в карьере. Переносица только рядом с глазами. Убираю треугольничек. Ближешь сюда к носу. Оставляю, собственно, какую-то более длинную. Более длинный волос. Чтобы формировать именно этот круглый-круглый нож. Убираю подмышку. Убираю подмышку. Убираю. Лапку поднимаю. Все. Стараюсь не ходить. Палочки. Убираю лишний волос. Убираю сейчас логомакияж. Потому, что собака очень маленькая волоскаль. Заросшая. Значит, придется много учетов. Убираю. 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 Что-то там вычесываюсь. Начушываюсь. Засушиваюсь. А потом бренд. Пока. И папу попу тоже на зону полтора миллиметра делаю. Ну, собственно, очень аккуратно. У хозяина уточняет. Сначала не расчесывать, если собачка при скоростном бритья. Убираю. Убираю. хвоста, где-то тоже от корня отступаю на сантиметра полтора, и сверху сниму. Делаю такой корешочек для сквозчика. И спуск, и зона пронежности тоже убираю сантиметра. Позапрос хозяина. Некоторым не нравится, когда попа такая голая. Вот там юка белее, когда видны яички. Уточняется хозяина. Мы знаем, какая-то зоновесчика здесь или нет. Можно оставлять волка, можно делать ассилировочкой, чтобы они были подлиннее. Оставлять какие-то зоновесчки и паху. Тоже аккуратненько поднимаю собачку, подерживаю ее на ножки. Она сама висит, приходит спокойно. И убираю зону паха. Я нагреваю достаточно глубоко. И чуть захожу на бедро. Внутри. За 5 см 3 точно. Убираю, за 3 точно все убираю. Теперь сливочек все аккуратно с тепли убираем. И глубокий складок смотрим, чтобы не болеть. Есть. Эта ночь готова. Дальше переходим, собственно. Выгреваем ушко. Нож 40, 0,25 мм. Ухо. Ухо придерживало ушную раковину. Крептую или держу основание. И начинает заливать ухо только по ходу роста волос, по кожу. Ушную раковину самой. С одному краю их середины и к другому краю середины. Против волос я никогда ухо не влезю. Это очень легко. Но можно легко задеть за край уха и его порезать сильно. Настолько сильно, что вы можете задеть за краевую белую ухо. И вам придется, скорее всего, даже ехать себе в клиника, чтобы останавливать кровь. Если вы прям взамен заденете. Заденете они за сосуды. Мало того, что краешную раковину сам по себе богат сосудами. Если вы чуть-чуть заденете сразу по этой крови. Если вы перемежете лену, то кровь будет очень тяжело остановиться. И внутри точно так же я пробиваю всю ушную раковину. Не оставляю здесь никаких волос. То есть внутри самого ушка мы будем прощупывать. А внутри очень раковина всю. Я ее точно так же прогреваю. Чтобы она была чистая и аккуратная. Без лишних волос. Умышка самой я открываю даже не на одну треть. Всегда где-то примерно на половину. Это больше по запросу от хозяев. Как-то поменять этот дружинок. Это домашние собаки. Не на выставке. Не куда-то. Собаки стрелутся не так часто, как хотелось бы. И потом делаем все зато исходя и на курска короче. И внутри тут тоже все. Можно сказать, мы все делаем чистенько красиво. Своечка. Это у нас ушки. И так же до мытья. Если у собаки достаточно чистые лапы, я ее подливаю все пальчиками. Аккуратненько поднимаем лапу собачке. Так, чтобы не забирать ее сильно высоко и не делать простудовые собаки дискомфортнее. Снимаю сначала все с поверхности пальчиков. Как у нас будет обычная полусфера. И отодвигаю пальчик и забиваю все изнутри. Главное здесь удобно взять лапочку и короченько раздвинуть все пальчики. Чтобы там было удобно внутри все прогревать. Задние. Все так же самое. Сначала с пальчиков с поверхности. Просто придерживаю лапу. Держу ее тремя пальцами. Снизимся безымянным. Средним. А указательным небольшим. И потом я начинаю раздвигать пальчики. Крайние пальчики просто раздвигаю. У вас все пяточки раскрываются. Очень удобно. И легко помните ее аккуратно не прокладывать. Вот так вот. И в районе пяточки я тоже немного обычно забреваю. Буквально там до полсантиметра лапы. Когда мы выгриваем пяточки, главное следить, чтобы мы не выходили в залии внешних пальцев. То есть мы не выгриваем боковую поверхность пальчиков. Только те волосы, которые спускаются ниже. То есть уже натяжки здесь находятся. И не залазим на боковую поверхность. То есть вот эту боковую поверхность пальчика мы туда вообще не залазим. Ни миллиметр. Мы это можем себе позволить только сделать и у собаки, у которой мягкая пуплява, очень низкая шерсть. Чтобы не испортить нашего полсерва. То есть вот черт только внутри. Только внутри. И здесь тоже столько внутри. На боковую поверхность внешнего я не залазим. Это тоже очень частая ошибка, начинающая с двумерс. Они начинают здесь от когтя все выходить на боковую поверхность. То есть выгревать и этим порчить свою полу сферу. Дальнюю лаку кому как удобно. Я в основном с машинкой проныриваю под живот собачки. Я так ее тоже дополнительно фиксирую. Немного прижимаю ее к себе. И удобно работать с машинкой. При этом могу подводить и пенсивно забирать лапу собаки. Вот точно так же. Обвиваю лапу прямя пальцами, мизинцами безымянными. Средним пальцем. А в указательном больших отвожу боковые пальчики. Буквально за когти придерживаю. И пальчики эти отвожу в сторону. Чтобы раскрывалась пятка. Все. Пяточки у нас в общем-то подбриты. Можно немного убрать с моей длины. Чтобы тоже хорошо не вычетывать. Если вы уже уверены в себе, вы даже можете собственно взять и те волосы, которые вы считаете лишними, и отрезать так же до стрижки. Ну как будто бы вы стрижете. Поднабрали волосы. Потому что у них очень длинные волосы. У них будут очень короткие лапы. И такая длина нам вообще не нужна. Точно. Нам не пригодится. Я могу поэтому смело все это дело отстричь. Чтобы мне это не пришлось вычесывать. Таким экспресс стрижечку. Думаю. Думать я. Думать я. Думать я. Думать я. Я делаю. С задней поверхности бедра вперед наискосок. С передней поверхности бедра назад наискосок. Повыше. Естественно. Чтоб сильно ничего не застыть. Так тоже можно все треугольник этот поднять сюда и убрать. Все в кубинах. Чуть-чуть поднимаю. Убираю. Как будто быстренько. Спереди все то же самое. И здесь все как под короткую лапу убираю вперед наискосок. Параллельно плечу по щетку верну. И чуть-чуть сбоку. Есть. Дальше мы займемся нашими ушками. Доделаем их не оформление. Аккуратненько. Берем ушную раковину. Отодвигаем волосы против их роста. И маленькими ножничками делаем прокантовку к фронтуру. Раз. И в другую сторону. Два. Второе ухо также держим крепко ушную раковину. Против роста волос пододвигаем их. И аккуратно по контуру состригаем все что торчит. Чтобы у нас был четкий контур ушной раковины. В одну сторону и в другую. Если у собачки кругленькие кончики ушек, можно оставить на кончиках немножечко волос. И из волос формировать более острый уголок-треугольник. Если вы не уверены в том, что вы по одинаковой длине состригли ушки, вы можете их забрать здесь на затылке. Аккуратненько соединить кончик к кончику. И проверить по длине, что у вас все здесь ровненько сострижено. И сзади, и спереди. Точечки должны сходиться. И тогда быть уверены в том, что у вас ушки сострижены одинаковыми для них. Это есть. Щипаем дальше ушки внутри. Сначала мы делаем контур, а потом щипаем ушки. Не наоборот. Потому что процедура щитки ушей она неприятная для собачек. Они начинают намокать головой. Мне сильно нравится. И потом вплоть в некоторых каких-то там истерик доходит все это дело с непривычки. А потом будет уже тяжело ей сделать контур ушку. Поэтому сначала мы делаем контур ушка, а потом уже начинаем его выщипывать. Выщипываем там максимально, насколько мы это можем сделать. С пудрой и ушей. Волосы. И немножечко помогаем себе щипчиками. Аккуратно фиксируем голову собачки. Лукой, чтобы она не пресла головой. Чтобы не повредить ей ушную раковину. Одно ушко. И второе. Сначала пальчиками аккуратненько. Небольшими пучками, так чтобы не делать собаке больно. Маленькими пучочками вытаскиваем. Если у вас остаются какие-то мелкие волоски, то не нужно загоняться и не нужно все до последнего оттуда вытаскивать. Потому что вообще волосы в ушах это как бы нормально. Не то, что нормально. Это должно быть. Они помогают выводиться сере в небольшом количестве. Когда там волосы в норме. Как вот у человека. Они там не новые. И они там совсем не зря растут. Но, собственно, с генетикой. Так как выводили собак долгое время. Выводили их далеко не по всем пунктам. И их ушки начали зарастать. Зарастать неимоверно густо. Что начало наоборот. Тормозить, в общем-то, в ушной серы. Она там скапливается. В ней начинает развиваться макрофлора патогенная. И которая может вызывать воспаление с мурахами. Поэтому для гигиена мы их высчитываем. Ну, мелкий пушок там он остается. Какой-то там небольшой. Вот. Я щипаю из пудры. Потом беру лосьон. Для ушек у меня есть. До мытья, до купания. Туда пропшикиваю. Заливаю, если на ваших каплях. Вот. А после мытья, уже когда отмытываюсь муратами. Прочищаю. Все с палочкой. Ни воды, ни грязи у нас там не останется. Это есть. Дальше переходим к когтям. Подстригаем когти. Аккуратненько. Я, как правило, не стремлюсь за раз. Сразу когуть весь отведать. По чуть-чуть снимаю, чтобы максимально снизить риск того, что я задену за сосуд и делаю собачке больно. Это случается. Для этого нужно всегда рядышком иметь кровоостанавливающие средства. У меня здесь есть. Кровоостанавливающая пудра. Она рядышком у себя задена. Я стараюсь это не делать, чтобы не пугать собачку. Потому что им больно, когда они не стригают когти. И в дальнейшем они сильно этого боятся. Крепто фиксируем ручку собаки. И подстригаем. Не забываем про боковые когти. Они больше всего отрастают. Не оставляем их. На передней лапке, как правило, 5 когтей. На задней 4 когти. Бывает и по-другому. И на задних лапах бывают дополнительные пальчики. Просто проверяйте, при стрижке когти есть они или нет. Если они есть, про них тоже не забываем обязательно стригать там когти. Так как они не опорные, они отрастают намного быстрее. Начинают закручиваться и вносим до вырастания в подушечку. Все это дело может дойти. Есть. Когсы делаю тоже в основном перед мытьем. Потому что, с одной стороны, после мытья хорошо, потому что они становятся мягче. Но, с другой стороны, если вы что-то застрижете, то в ванной вы просто отмоете шерсть спокойно. Если у вас там какие-то пятнышки крови будет. А так у вас на чистую шерсть, если пропадет кровь, потом это сложение будет отмываться. Дальше мы теняем и аккуратно тоже начинаем разбирать все колтуны. Тут у нас прям вообще все печально. Поэтому я сразу работаю аккуратненько колтунорезом. Прорезаю все сначала потихонечку. Собочка вся в капунтиках, вся свалявшаяся. Верденная шерсть и сухая шерсть очень. Мы ее в ванной хорошенечко обработаем бальзамом. Чтобы шерсть была более мягкая. Более лосьнистая и позатливая со всех сторон. Прорезаю сначала колтунорезом. Шерсть будет поврежденная в любом случае. Хорошо, конечно, у нее делать какие-то дополнительные питательные маски. Чтобы она восстановилась. Потому что все это колтунорезом тоже еще сильнее повреждается. Если это просто вычесывать коршоткой, то тоже все равно будет все поврежденное. Укулявая, будет плохо, конечно, лежать. Но, со временем, она восстановлена. То есть, если я ее не буду запускать, через одну-две стрижки, в общем-то, все уже будет хорошо. Шея будет хорошо лежать. Красивая, ровная, гладкая, блестящая. Но вот после колтунов она, как правило, всегда в таком непонятном состоянии. Можем дополнительно использовать всякие спреи, протекторы. На нем, конечно, никакого средства нет. Которым попшиком у вас все расчешется. Тем более, в таком, здесь прям все головами. Могу бы щетку ставить, чтобы было понятно, что здесь прям такой валенчик. Чтобы собаку коршоткой не мучить, я ее сначала все-таки вязаю. Я знаю о последствиях, но стараюсь просто оптимизировать нашу с ней работу. Чтобы это было достаточно быстро и собаке меньше воли было. Просто потом хозяину объясняют, почему у вас такая несимпатичная шерсть получается. Если у вас есть какие-то другие классные предложения по поводу, как лучше вычесывать културные собаки, вы можете отписаться мне в комментах. Я буду вообще очень рада обратной связи, каким-то новым лайфхаком. Это будет очень круто для моего развития и для того рода, кто посмотрит это видео. Култуны всегда прорезаю я дома, чтобы у собаке шерсть хорошо промылась, чтобы мне не пришлось потом на мокрую все это делать. Потому что, знаешь, когда-то меня учили делать это реально на мокрую. Сначала отмываю, потом вычесываю мокрую собаку все эти културы. В итоге я пришла к выводу за то, что нет. Надо сначала вычесывать, а потом уже идти купаться. И шерсть уже она лучше пропитается бальзамом, обработается и будет лучше всегда чувствовать, то есть, если мы реально все это сделаем дома, во время литья, там даже все эти култунны просто могут упромыться. У меня были такие случаи на практике, когда я помыла култунам собаку, потом начала вычесывать и я поняла, что я там кучка какого-то хламого этих култунок осталась, и все это я тут даже не промылась. И надеюсь, что получится все-таки достаточно симпатично. С култунами очень много волос, конечно, обходит. На морзу тоже просматриваем. Морзочку у нас тоже с култунами. С култунами вообще так аккуратненько, аккуратненько. Тоже все это прорезаем, чтобы собачке было терпимо. Это все равно больно. Я вот лично на себе пробовала участвовать какие-то даже мелкие спутанности, и мне очень больно. Как терпят это собаки, не понимаю. Скорее всего, у них действительно высший болевой порог, и они это терпят. Я еще стараюсь у корма тоже волос придерживать. Прохожусь по всей морде, потому что она вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся. И, собственно, после того, как я это все проверила, это аккуратненько даже, наверное, все-таки со спреем. Чуть-чуть со спреем. Все это я сейчас прочешу и пойдем с ней купаться. С юркером или корсеткой по-другому все то, что у нас осталось мелкое, оно вычесывается. Все это уже просто прорезание купонарезом легком вычесывается. Легко и быстро. И нетравматично для собачки. Вот сколько шерсть выходит с купонами каждый раз. Челочку. У глаза гляния не одним таким, собственно, с юркером, но аккуратно, маленькой расческой все это подчесываем. Так же убираются и слезные всякие камни, где лениться отсюда будет проще отмывать и лучше все отмоется. Аккуратненько. Есть. Спрей, антистатик, откройки мук и просто с ним легче все это дело входит. Никакого пластического средства у меня нет. Не пользуюсь. Обычный спрей. Мимо профессионал Пэт Продуктс. Аккуратненько. Все. Упятник обязательно просматриваю. Упятник всегда очень много плутунов. Раз. Тоже просто после прорезания купонарезом все в секунду до остального у нас расчесывается до чего-то. И как вы видите, собака тоже себя более спокойно ведет, терпит и ощущает без всякой планики. Аккуратно здесь вычесть идет от кончиков волос. То есть все быстро делаем. Чтобы было понятно, я цепляюсь на кончики. Я не делаю эти собаки по коже, чтобы ее не растрапать. Или даже не свои пальцы на ножа. У меня хороший симфер. Он не жесткий. Не царапает. Очень нравится. Фирма Олл Системс. Наверное. Ноги знакомы. Вот. В плане своей ямкости. Он очень замечательный. Все прочесали. Дочесали. И дальше уже идем купаться. Купаемся в обычном режиме. Я использую косметику Крумерс. Шампунь. Концентрат 32 по 1. Очень нравится ей эффект. Очень хорошо отмывает. Подходит практически всем. Бальзам. Даже у меня те собачки, которые с аллергиями там страдают. Все совершенно хорошо его переносят. Вот. И бальзам той же фирмы использовали. Ну, бальзам такой. У них достаточно жирноватый. Там нужно концентрацию контролировать. Чтобы не жирнить его. Кому-то приходит, кому-то нет. Погуще. Ей скорее всего будет погуще. Даже может быть специально зажигу ей всю эту шерсть. Потому что иначе это будет летать как пух. Все. Мога шли купаться. Собочка готова у нас к стрижке. В общем-то еще, собственно, что по части еди и гены. Я своим собакам всем чищу зубы. Дома мусья. Обязательно чищу зубы механические. По желанию футразвуком чищу. И вам советую, собственно, включать в полный гигиенический комплекс чистку зубов. Если вы даже умеете чистить не механическим скалером, а ручным. Не ультразвука у вас нет. Чистите собаку хотя бы зубной щеткой. Или минимально ватным диском залазить к ним в рот. Приучайте их давать постоянно для чистки зубов. Чтобы они совершенно спокойно к этому относились. Мои собаки все приучные. Они настолько, что они совершенно спокойно сидят на меня под бутразвуком. Я их никак не фиксирую. Сидят на меня на столике. Я им спокойненько чищу зубки и открываю рот. Другие же собаки, если приходят не мои, которые не приучные, начинают все эти психозы. Не дают. Кто-то из них кусается. Кто-то просто в панике биться, начинает чистить зубы. Так, еще. Начинаем, собственно, дальше стрижку по голове. Сначала мы заснимем, тогда, собственно, здесь подбородка. Все это дело для корейского стиля. Я кому под полтора, кому под три миллиметра. Я, в зависимости от собачки, снимаю все с шеи здесь и с подбородка. До линии среди. Линия зуб. То есть, где у нас от биги до биги линия соединяются, до нее я подозреваю подбородку. Вот. И еще сбоку, собственно, мы отодвигаем все это дело. Открываем. И вот эту вот скулу, скулу, ну и тоже немножечко так вот забреваем. Прям вот с коротким-коротким ножичком делаем такую забревочку. До примерно линии. Угол глаза. Сделаем проекцию вниз. И здесь такой маленький угольчик тоже забреваем. С одной стороны. И с другой. Шейку здесь, чтобы все было аккуратненько и четко. Дальше, собственно, корея. Корея классическая, не классическая. У нее она достаточно короткая сейчас будет. Ее можно делать, в общем-то, по разной длине. Если вас попросили оставить все-таки бороду не супер короткую, а по длиннее, вы соответственное количество волос на макушке так же оставляете, чтобы у вас не получалось так, что какой-то там бок или еще что-то там супер короткая макушка. Некоторые вообще берут и забревают. Позорщик какой-то получается. И длинные борода, они тоже на корее, тоже непонятно что вообще. И смотрятся не очень симпатично. В нашем случае это коротко. Собираем все волосы на одной линии сверху на макушке. и убираем под пальчики. Сначала так. Сначала под пальчики, а потом прорабатываю все под расчесочку. Не совсем собачками так прям получается, в голову приходится за ней бегать немного. Здесь они не крутятся. Подправлять. Ну, Кимя у нас молодец. Кимя сегодня помогает в стрижке своей. Она явно хочет быстрее все закончить и уйти домой. Красивее. Подвожу все в одну плоскость, то есть это верхняя точка макушки, и от нее я снимаю в одну ровную плоскость низ. Все не закругляя туда к носу, чтобы получилась такая ровненькая площадочка. Это что касается верха. С чего вы начали? С чего мы начинаем? Дальше, собственно, опять-таки тоже там челка. Если вас попросили челочку оставить, вставляете. Не попросили, это дальше уже на вас вкус и усмотрение. Я всегда открываю полностью глаза и делаю здесь максимально коротко, потому что в большинстве случаев мне просят сделать все максимально коротко. вот прям по глазу, прямой линии, все снимаю вниз. От переносицы расстегаю челку и чуть-чуть профилироваю краешек. Немного закругляя, смягчая края. Убираем все из глаз. Убираем. Дальше, собственно, будем подводить уже нашу морду под все это дело. Убираю волосы из верхней губы. В большинстве случаев они все зализывают. Они получаются мокрые, грязные, сильнявые. Там что-то оставляется не сильно корректное. Единственное, что то, что какую-то длину, то есть там не совсем в ноль немножечко. Убираю, осталось там, или метрик, чтобы это имело какой-то цвет. Как будто они там все-таки есть. Получается то, что у меня носик открытый, чистенький. Никакие длинные волосы там слюнявые не висят. И лысый, не светится. Он остается такой же рыженький. Дальше, собственно, начинаем у нас формировать кружочек. Убирать длину. Я отталкиваюсь от, собственно, глаз. Ориентируясь по нему. Если у меня будет короткая морда, я снимаю прямо сначала здесь. Наметочки по себе делаю по углам глаз. Вертикально такая наметочка. Она где-то идет в районе, ну, сантиметрика. То есть, такая маленькая площадочка. А по углам глаз, наверное, здесь примерно сантиметр. Вот. От короткой морды. И снимаю, собственно, дальше бороду. Если это короткая морда, то это короткая. Убираем наши хвостики придерживаем. Убираем короткую морду. Убираем бороду. И от нее уже начинаем к этой точке делать закругление. От короткой бороды. И от уголководика. Закругляем. Раз. И с этой стороны. Закругляем два. Сейчас человек все быстренько делает. С такой как бы наметочкой шлифовать. Я все это буду чуть позже. Сначала я сделаю форму основную придать. А потом зашлифую. Поворачиваем бок. Смотрим, что у нас здесь получилось. Здесь отлично видно вот этот вот, собственно, конец. То, что мы подбрили. Помогает ему ориентироваться. Вот эта вот вся часть, круглые глаза. Мы убираем до самого верха. Прикругляем. И зачесываем мышечки вперед. И поставляем мышечки. Чтобы с боковой стороны у нас тоже было все так. Кругленько. Коротко. И аккуратненько. Со второй стороны проделаем то же самое. Наши линии. Кругляем. Накругляем бородом. Кругляем. Накругляем мышки. Возвращаемся в передний ракурс, подчесываем здесь все, вычесываем со всех сторон и от подбородка уже начинаем выстраивать кудрюшок, что-то где-то подравниваем, доравниваем, смотрим на собачку тоже в разных перспективах, голова прямо, голова чуть наклонена, тоже подчесаем, сжали, убрали, начесали, убрали. Если вы здесь еще были волосы, конечно, дальше выводили еще здесь пухлик, но в домашнем варианте я его не делаю, не оставляю совсем. И дальше мы уже тоже убираем вот эти вот уголки, которые у нас сверху есть, образуются. мы также филировочкой под небольшим углом снимаем эту часть, так, чтобы у нас вся голова оказалась кругленькой. вписывалась в такой круглешочек. Он немножко не круглешочек, а такой более виснет, что собачки мордочка не короткая. Чем короче морда, тем это больше будет похоже, конечно, на круглешочек. и все. Дальше я все подчесываю и аккуратненько зашлифовываю ножничками прямыми, такими легкими воздушными движениями, как будто мы по воздуху стражем, просто зашлифовываю, выравниваю. Где-то, может быть, чуть-чуть коррективнее, добавляю четкости. И получу такую аккуратненькую молоку, короткую гуну. Есть. Дальше у нас не будут ушки оформляться, мы их так оставим. Чтобы они не вычесались так не плохо от кукулов, что волос на ушах толком не осталось. Да, наверное, я не осталась так, как есть. Потому что они у меня сильно вычислились. И заваливались то, что я их состригу, но не буду. Их не так много. Если их простричь, то у меня вообще не останется хвостиков. не так много. Единственное, что я делаю, то как бы немного по контуру я по ней пойдусь. Я свяжу их кончики. Так. 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 даже прямыми ножницами. чуть-чуть по кончикам. Так. Попробуем это. Так. Продолжение следует... Дальше переходим к лапочкам. Продолжение следует... Объем, прорабатываем форму, начинаем снимать объем. Берем волос, весь из задней поверхности бедра и зачесываем его наверх параллельно бедренной кости. То есть та, которая вот здесь у нас проходит до коленочек. Параллельные линии, снимая весь этот подъем. Достаточно низкая линия, если у вас более длинная лапа, то должны быть, то эта линия поднимают сюда выше. Но так как у нас будут такие коротенькие-коротенькие лапочки, я эту линию занижаю. Раз, и с передней поверхности бедра тоже все убираю. Все убираю для коротких лап. Здесь уже немного под углом, то есть как бы треугольничек здесь, если такой построить, то здесь в линию этого треугольника расческа встает. И от нее я тоже сейчас снимаю. Потом беру полтора миллиметра нож и машиночкой аккуратно по ходу волос нарабатываю этот приходик. Переходик сделанной, дальше поработаем с нижним объемом. Все волосы с передней поверхности по голени я зачесываю параллельно голени, назад. И убираем встало вверх. Формируем ей нижний край штанишки. Убираем все в параллель с полом. Немножечко прерваться пришлось на звоночек. Продолжаем. В общем-то убрали мы ее под полу сферу, все снизу. Дальше в положении настоящем подравниваем ее, оправляем. И чтобы ее сделать еще чуть-чуть покороче, поднять пятку, я немного поднимаю ногу, аккуратненько отвожу ее в сторону, зачесываю все вниз. И примерно от кончика пальчиков, под углом градусов 45, я вот это вот все собственное снимание. С внутренней стороны. С внутренней стороны под углом 45 градусов. Ну, там где-то до скокательного сустава примерно уходит. И сюда, дальше спереди, сюда все начесываю. Вот, и поднимаем вот эту пятку точно так же. От пальчиков примерно под углом 45 градусов. В параллельной пятке это тоже все поднимаем. Снимаем, убираем. С внутренней поверхности она примерно так же подразняется. Чтобы сделать лапу по длине еще короче. Потому что у нас вообще такое, она будет как вытянута немного, как сосисочка, коротенькая. Дальше придаем ей спиду уже более завершенную форму. От паховый склад. Сначала паховый склад, чуть-чуть небольшую. Знавязочку переходик такой. Оставляем. Ну, вообще не сильно большой. Чтобы не было прям всей незаметности. Ну, как бы есть и есть. Чтобы нога была приклеена к плодище. У собаки спрямленная нога. Ну, стараясь визуально превратить ее как-то в столбик. Вот. И заднюю поверхность точно так же. Отчесываем все это дело. И убираем, чтобы у нас ножка была похожа на более прямой столбик. Оскальпалки чуть-чуть скрубляем. Получается прямая ножка. Дальше с задней поверхностью работаем. С внутренней, точнее говоря. Поднимаем полугу градусов на 45. Тоже высоко не задираем. И отчесываем все вниз. В общем, здесь срезы, которые мы наметили для формы нашей ножки, они видны. А все остальное мы под углом к паховой складке, то, что внутри на сосиске, все это дело убираем. Стараясь не сильно задирать, а дать ногу. И заднюю. Точно так же все это прорабатываем. Поднимаем ногу, отводим ее немного в сторону. Отчесываем. Отчесываем. И соединяем. Можно делать с филировочными. Мне нравится. Ненадобно зази боишься с финишными работать. Там какие-то такие резкие грубые застрики особо не видно. В общем, все. Дальше отчесываем. Выправляем. То, что у нас не видно. У собаки получается лапку, короткий столбик. Короткий, короткий, короткий. Такой летний вариант. Как нам заказали. Дальше мы переходим к передней лапе. Делаем нижний контур ей. Так же все. Сначала я ее делаю в подвешенном состоянии. Поднимаю лапу. Счесываю все вниз. И аккуратно в параллель с полом отрезаю. Не глубже, чем в параллель с полом. Не ставлю ножницы как-то боком к лапе. Вот ровно поверхность лапы у меня идет. И параллельно поверхности лапы я делаю все срезы. Чтобы у меня срез получился параллельно. Полу не было. Вот таких огромных застриков. Полусфера будет короткая очень. Так как вся лапа тоже подразумевается быть короткой. Дальше мы лапу ставим. Желательно собаку, конечно, выровнять. Но это тоже далеко не всегда получается. И уже в стоящем положении. То, что у нас в плане. Мы подразумеваем. Закругляем. И оформляем так, как нам надо. Так же, чтобы ее укоротить, я поднимаю лапу. Немного отвожу ее в сторону. Зачесываю еще на одну. На внешнюю поверхность. И от пальчиков градусов под 45. Так же, вот этот уголок влечь вверх. Убираю с пятки эти волосы. Никакие волосы с пятки у меня на земле болотаться не будут. При короткой стрижке эти волосы мне нужны. Назад точно так же. Отвожу. Зачесываю все в одну сторону. И от кончика передних пальчиков градусов под 45. Снимаю. Сейчас подправляю. Убираю пяточку. Закругляю ее. Дальше работаем с объемом. Прямо от локтя, так как у нас немножко вот короткий-короткий столбик. Прямо все вместе с локтем забираю в виду параллельно. Получается у нас параллельно лопатке. Вверх-вверх до нашего, собственно, среза машинкой. И здесь все снимаю. Здесь все снимаю. Потом вывожу сзади все волосы на переднюю поверхность. И с внутренней стороны, и с внешней стороны подчесываю. И вывожу в такую прямую ровную плоскость параллельно самой лапки. И здесь тоже все это подфилировываю. Снимаю, чтобы объем был подработан со всех сторон. А не так, что мы сзади убрали, а спереди здесь внутренний кост. Болтается по передней поверхности. Все поднимаю только к слезу машинки. И здесь только снимаю. Подрабатываю так весь объем лапки. Дальше придаю ей какую-то определенную форму. И вот она зачесанная. И укорачиваю ее достаточно сильно. Укорачиваю датчикный вариант. Такой маленький, стромненький, худенький столбик. Дальше уже работаю на отвес. То есть я ей придала определенную форму. У меня все среды, как в наметке. Дальше уже в подвешенном состоянии. Поднимаю лапку вперед. Чуть-чуть в сторону. С задней поверхностью проработаю. С внутренней поверхностью. Все, что болтается. И разворачиваю ее передом. Передом смотрю на нее прямо. И вывожу лапку вперед. И чуть-чуть в сторону. Отчетываю. В сторону. И примерно 1,5-1,5 мм. Оставляю вровень, чтобы это было. То есть я стрягу вровень. Параллельно матом. Дальше машиночкой 1,5 мм. Опять-таки, когда здесь переходит. Я перенабатываю так, чтобы его было незаметно. На подмышке, если она была. Тоже подправляю. И перехожу на вторую сторону. Делать я буду так, что под тем же самым принципом. Вторая сторона, в общем, доделана. Подравниваем и переходим, собственно, завершающей части к хвосту. Вот. Делаю трючку. Короткий. Аккуратно, чтобы не задеться кончик. Где-то получается на один пальце. Я от него отступаю и обрезаю. Основная длина. Собирается таким образом дальше. Зачесываю все на одну сторону. Зачесываю все на одну сторону. Обзарашиваю хвост в одну сторону. Придаю ему форму перышка такого. Ну, длинненького перышка. Зачесываю все на одну сторону. Зачесываю все на другую сторону. Собирается в другую сторону хвостиком. Зачесываю все на другую сторону. 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 и вот такое пёрышко, мостик пёрышка у нас получается, аккуратненько пёрышко дальше я всё-таки решила сделать ей оформление на ушах сверху, в расположении стоя, чуть волну, опускаю мордочкой вниз, распределяю волосы по ушам и делаю прямой срез, открываю чуть-чуть открываю одну треть ушка немного и немного за ухом ещё тоже делаю за состриг вниз состриг вниз и состриг вперёд на втором уху постараюсь для длины одну треть ушка открываю делаю прямую линию по спинке небольшой состриг вперёд и небольшой состриг назад перечёсываю убираю всё, что выладит мелкие волосы, чтобы это было аккуратненько проверяю, чтобы это было подлиннее симметрично и смотрим на нашу мадам спирит что здесь у нас получается, получается у нас вот так вот много краешек оформился много краешек оформился и даже на самом деле я бы его подобрала в прямой проекции и смотрю на собачку сверху вниз как это делается при круглой голове передняя поверхность такими как прорабатывается как будто на круглой голове так вот длиннее выработает есть ещё подчёсываю и поддлиннее вот из этого положения уже немножко всё-таки заднят круглой так, чтобы буквально не были лопатой подкрепляем и и И все, за нами пришла Малка.